В эфире новости на ЮТВ. Меня зовут Адель Хайрулина. Здравствуйте. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях Уфы и Башкирии за минувшую неделю. В Башкирии вандалы чуть не уничтожили уникальные лиственницы. Теперь ученые думают, как их спасать. Ради Хабиров ужесточил меры борьбы с коронавирусом в Башкирии. Сдвинул самолет. Эльбрус Нигматуллин 25 метров тащил 36-тонный Боинг. Это новый рекорд России. Ради Хабиров ужесточил меры борьбы с коронавирусом. Штрафы за отсутствие масок, дистанционное обучение и амбулаторный режим для больных COVID-19. Об этом глава республики рассказал в начале недели в правительстве Башкирии. Если я буду видеть, что эта работа не ведется или протоколов нет, а я не на луне живу, я тоже хожу по улицам и езжу по улицам, я вижу, что люди, довольно многие, все-таки не выполняют это правило, я буду понимать, что работа строится некачественно. Носить маску чуть реже, чем всем остальным, придется школьникам, у которых внеплановые каникулы продлятся до 9 ноября. Но может случиться и так, что некоторые из них в школу пока не вернутся. Если мы где-то к середине, к концу недели, мы пойдем, мы будем видеть продолжающееся ухудшение или еще хуже ухудшение ситуации. В этом случае, Влад Вакилович, надо быть готовым к тому, что мы с 1 по 5 класс все-таки будем учиться очно, а с 6 по 11 класс мы должны будем перейти на дистанционное. Студенты университетов полностью перевозятся на дистанционное обучение. Единственными, те, кто продолжает посещать Альма-Матер, каждый день остаются учащиеся колледжей и техникумов. Кроме того, в республику вновь возвращается запрет на массовые мероприятия. Все хождения закрывайте, все награды закрывайте, там, я не знаю, там, вернее, концерты. Все публичные мероприятия, спортивные, культурные, все закрывайте. Вот я не знаю, вы же все с высшим образованием, как говорится, да? Вы вообще видите, что сейчас ситуация намного хуже, ситуация весенней. Очень агрессивно все идет. У нас довольно высокая смертность, очень людей. Каждую неделю мы несколько человек провожаем. Любая наша встреча сейчас может потом давать последствия, массовые мероприятия, сокращайте. Домой отправится и часть пациентов, которые находятся на стационарном лечении. В родных стенах лечиться будут те, кому позволяет здоровье. Под присмотром врачей останутся пациенты, за чьим состоянием нужно постоянно следить. Ужесточайте амбулаторный режим. По разным оценкам у нас от 10 до 30% тех, кто находится в стационарах, это люди, которые вполне могли бы получить лечение амбулаторно. Тем более есть решение президента о том, что те, кто лечится от ковида амбулаторно, они имеют право на получение бесплатных лекарств. О теме, кто должен был как следует поработать, стали студенты медицинского университета. Их начали привлекать к работам в больницах из-за нехватки опытных врачей. Но не все молодые специалисты захотели отправляться в красную зону ковид-госпиталей. Наш корреспондент поговорил с ординатором БГМО о том, как устроена работа молодых специалистов. Подробности в сюжете. С самого начала пандемии по всей Башкирии студенты-медики помогали опытным врачам бороться с коронавирусной инфекцией. Сейчас, во время второй волны, на помощь докторам отправили более 1200 ординаторов. При этом на оперативном совещании в правительстве отметили, рисковать жизнью никого не заставляют. Посмотрите, если кто-то из этих студентов вдруг принимает решение, не хочет он этим заниматься, бог ему судья, как говорится, ладно? Поэтому, пожалуйста, не привлекайте людей к этой работе. Однако в конце октября по сети разошлась правительственная телеграмма от Министерства здравоохранения, которая сообщала о внезапной практике для студентов и ординаторов медицинских вузов. Письмо вызвало массу вопросов и волну негодования среди студенческого сообщества. Смотрите, какая ситуация получается. Мы заплачили почти 200 тысяч за обучение. Так и быть, опустим волнующий многих вопрос, за что такая сумма, если мы большую часть сидим дома. Но почему за мои деньги меня еще и принуждают к работе, не по специальности? Людей, работающих в обычных больницах, не в красной зоне, в одном конце города, посылают на практику в поликлинику в другой конец города. Как вы себе это представляете? После практики ехать на дежурство, после которого утром опять на практику. Эльвира Чанышева – ординатор кафедры акушерства и гинекологии. В поликлинике номер 43 она проходит практику чуть больше недели. Девушка утверждает, что силой ее сюда никто не загонял. Нас отправили с университета на практику, и нас тут устроили участковыми врачами-терапевтами. Меня вот направили в фильтр-бокс, куда мы ходим каждый день в две смены. Мы принимаем температурящих больных, направляем их на мазки, при необходимости на рентген органов грудной клетки и назначаем лечение. Заболеть в силу своего возраста Эльвира не боится, но признается. Вместо пациентов с гриппом или простудой в обычную поликлинику чаще всего приходят люди с ковид-19. Больных очень много. Каждый день 50-60% у нас приходит положительных ковид-положительных. Сейчас вы... Вызяла поруцетаму утром. И вчера вечером у меня пропало боление. А вкусы чувствуете? Ну как, соль, сахар чувствую, а вкус продукта не чувствую. После беседы с опытными врачами мы узнали, что практически все пациенты приходят сюда для того, чтобы сделать повторный анализ. Хотя проводить его должна дежурная бригада на дому, но она не приезжает. И ковид-положительные пациенты вынуждены самостоятельно идти в больницу за повторным анализом. Опытных врачей в больницах сейчас действительно не хватает. Этому, по словам Эльвиры, есть простое объяснение. Они, как и все люди, всерьез опасаются за свою жизнь и здоровье. Скорее всего, опытные врачи, это уже возрастные. Они боятся, потому что больше подвержены осложнения от коронавируса инфекции. И чтобы защитить себя, они решают лучше уволиться. Поэтому на их замену сейчас приходим мы, молодежь. После съемок этого сюжета наша съемочная группа была вынуждена уйти на добровольную самоизоляцию. Так как на собственном опыте убедилась. В обычной поликлинике сейчас ничуть не безопаснее, чем в красной зоне ковид-госпиталя. Егор Полторыхин, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ. Громкая история на юге Башкирии. В центре внимания уникальные кужановские лиственницы Обзелиловского района. Деревьям больше ста лет. Они имеют статус памятника природы. На прошлой неделе вандалы чуть не уничтожили эти лиственницы. На помощь приезжали жители из районов, из Уфы и Магнитогорска. Сейчас ученые думают, как можно спасти деревья. Подробности с места событий в репортаже Рустема Нурешева. Во, давай. Ремень. Вот и все. Вот сейчас вот так сделаем, попробуем, чем можем, сделаем, потому что не весь участок поврежден. Есть участки, которые даже сантиметров по 60, которые живые участки. Вот такие подпорки поставили, он не шевелится. Неизвестные подпилили 11 уникальных кудрявых лиственниц возле деревни Кужаново в Обзелиловском районе Башкирии. Эти деревья имеют статус памятника природы. От обычных лиственниц с прямым стволом их отличает шаровидная крона. Изучив литературу и данные интернета, вот такого прецедента в мире еще не было, чтобы в таком возрасте лиственницы подпилены были. Нет, их пилят, но сразу на дрова или на доски. А вот так вот, ну это сколько дерьма накопиться в человеке должно было, чтобы взять пилу и пусть он против кого воюет. Ну деревья тут при чем? Смотрю, там пиленный. Смотрю, пиленный. Потом бегом вверх, кругу сделала, все пилит. Вот, ну зачем? Пускай убил бы меня, зарезал бы меня, ну зачем деревьям трогать? Нет ни одного, чтобы круговую было отпилено. Минимум сантиметров 15-20, например, которые с двух сторон подпилили, с этого боку есть сантиметров 15 живой кора. И с той стороны есть живая кора. Здесь не профессионал резал, скоро видно, что он бы попал, то есть не в горизонте. Да, не в горизонте. В такое дерево не каждый спилит. Это профессионал, в лесорубке, конечно. И знал, докуда можно. Прошел грань, он уже валится, полотно зажимает. Нет, это был не один человек, 11, конечно, деревьев так. Ну, жили не один? Это был ясный? Нет, нет, не один, не один. Вот на каждый пропил минимум полчаса. Да, не допилили, чтобы не заметили люди просто. А ветром бонус валился. Хорошо, вот ветров нет сейчас, бабье лето или что. Сергей Владимирович, в интернете есть цифра, что в мире 20 таких лиственниц. На самом деле, сколько их? Примерно. Я знаю меньше. Мы знаем, что это лиственница, но мы не знаем. Это лиственница Сукачева, эндемик Южного Урала, и это лиственница Сибирская. Вот. А для этого нужно сделать дорогостоящий генетический анализ. У нас его, насколько я знаю, не делают, но это нужно сделать. Хотя бы точно знать, как фамилии этого дерева. С лиственницами связано множество легенд. Одна из них гласит, что деревья посадил богатый человек вокруг своей юрты. По другой легенде, под этой землей спрятаны несметные сокровища. Но есть и другие версии. Первая версия. Это деревья, как будто 500 лет тому назад, жили на дне моря. Когда построили все комплекс, действительно нашлись морские кораллы. Эта коралла у меня в музее лежит. Вторая версия. Когда люди кочевали по Уралу, с севера на юг, юга на север, по птичьей дороге, это деревья привезли из Австралии. Посадили кругом, как зодиака, 12 штук. И середина была юрта. Здесь они остановились и узнали, сколько мель прошли. Они определили середину Урала. Мы все равно останавливаемся в этой версии. Это шелковый путь, губернаторская дорога. Это деревьям около, ну, больше 500 лет, между прочим. Это определили, которые первые экологи. Там есть 12-го рубили топором. От этого пинка определили, сколько лет. Наш краевед, по словам Рафаэла Масалимова, вот он писал, чтобы об этих лиственницах моей маме рассказал еще дед, во времена его деда Габдель Нафика, 1822 года рождения, что эти лиственницы уже тогда были вековыми. Хорошо. Есть очень простой способ это узнать. Есть такая специальность – таксаторы. Люди, которые определяют возраст рисов. У них есть специальный проростной бурав. Такой шуруп. Внутри он полый. Но резьба есть. Когда этот шуруп ворачивают в дерево, он вырезает такую трубочку деревянную, стержень, которая вынимается и подсчитываются годичные слоя. Все. В 1995 году наш ученый Кучеров определил возраст им в среднем 90 лет. Специалисты говорят, сейчас самое главное – сохранить эти лиственницы и восстановить нарушенный обмен веществ между корнями и кроной. Для этого потребуется дерево-донор. Можно взять лиственницу такого возраста, не такую лиственницу, а обыкновенную лиственницу. Живую? Да, живую. Вот привезти сюда весной ствол. Распилить, снять аккуратно. Еще, смотрите, сверху, снизу и вставить туда. Да, и вставить туда. Но, ребята, вот вероятность того, что это получится, равна довольно маленькому проценту. Потому что есть вероятность, что их зимой сломают. Очень даже возможно. Может, осенью не попробовать? Осенью нельзя делать. Потому что, если мы сейчас сделаем, сокодвижения отсутствуют, и у нас вот эти вот донорские части, они высохнут. Просто-напросто от того, что сок... Надо как раз эту работу делать, когда дерево максимально... Начинает... ...двигается в рост. Если лиственнице все же не удастся спасти, жители надеются на самосев. И надежда, огромная надежда, что вот семена самосевом тут вырастут точно, если не будут, заходи. Он же вырос, вон там, удачно попал семянку. Это же никто его не садил там. Он самосевом, как сосна, улетела, села, и удачно попал, и выросла. И эти также вырастут. Три года назад пытались в лаборатории клонирования вывести методом культуры тканей на питательных средах. Этого не получилось. Почему бы нам не вернуться к старому, мичуринскому способу обыкновенных прививок? На эту обыкновенную лиственницу, использую ее как подвой, привить черенки курчавой лиственницы. Кто устроил Кужановскую резню? Вопрос остается открытым. Жители выдвигают несколько версий, в том числе и месть инвестора, которому не дали эту землю. Но, как оказалось, и среди местных были недоброжелатели. Это есть, есть. В нашей деревне всегда ненавидел, и вот сейчас даже русские говорят, вот, наверное, это, который угловой дом. Если спрашивали, где эта Кужановская лиственница, они пилили это, там деревья нету, всегда так ответил. А когда вот было, мы все плакали, ходили, пятница, он депутат деревенский, не пришел. По данному факту возбуждено уголовное дело. Башкирская природоохранная прокуратура взяла на контроль расследование. Как рассказали местные жители, вандалы оставили следы на месте преступления. У подозримаемых нужно проверить пилы и взять опилки с цепей. Все. Он, между прочим, в одном это нашел. Цепь оборвалась, что ли? Нет. Посекал. А-а-а. Руслан Габидуллин, телеканал ЮТВ. Режиссер всероссийского хита из Уфы с любовью снова снимает кино в столице Башкирии. Жанр новой картины – роуд-муви, фильм-путешествие. По сценарию Четарых, Матулиных едет в Уфу из небольшого башкирского города на конкурс «Семья года». Такое название и получил фильм. Подробности со съемочной площадки расскажет Андрей Шарыгин. Как бы камера. Начали. Съемки фильма – дело непростое. Даже когда пощечина не настоящая, а звук от удара имитируется хлопком в ладоши. Пытаемся где-то обмануть. Волшебство же кино. Обман. Эмоции зашкаливают на съемочной площадке новой киноленты Айнура Аскарова. Жанр картины – роуд-муви, фильм-путешествие. По сценарию Четарых, Матулиных едет в Уфу из небольшого башкирского города на конкурс «Семья года». Такое название и получил фильм. Сейчас мы говорим о любви в семье, о взаимоотношениях в семье, что они сложные, что их нужно преодолевать, что все тараканы у нас идут из детства, из семьи. Хотим вот как-то этот срез показать. Такое проявление любви. Любовь мужа к жене, когда ты уже 30-40 лет в отношениях. Любовь к детям, любовь детей к тебе. Режиссер признается, что съемочной группе всегда везет. Большинство кадров на природе успели снять до наступления холодов. Так зрители увидят золотую осень в Обзелиловском районе. Везение и трудолюбие помогли при съемках важной сцены на Бельском мосту в Уфе. Прогнозы никакого снега не обещали. Но утром, приехав на площадку, мы увидели, что все в снегу. Но ничего, художникам просто пришлось попотеть. Весь мост подметали, убирали снег. Но буквально именно до трех часов у нас продержалась погода. Дальше в три мост открыли и снова повалил снег. Я говорю, нам всегда везет, дай бог так и будет. Одну из сцен фильма снимают около республиканского перинатального центра. По сценарию одному из маленьких членов семьи стало плохо. С ним в больнице осталась бабушка. Он говорит, езжайте, я с ним останусь, и все будет хорошо. Надо достичь цели. Хотя бы без нас, ну, бегите, делайте. Алмаз Амиров сыграл в фильме «Отца семейства». Его герой – милый неудачник, который любит свою семью. Хороший персонаж. Ну да, вот что-то неудача, не везет, не может конкретно что-то конкретно четко сделать. Не все получается, но не унывает там, вплоть до самоубийства практически, чтобы семью спасти. Ну, вроде бы такой неудачник, но он, ну, я думаю, он такой милый свой, добрый неудачник, которого, надеюсь, зрители полюбят. Детей всех, кроме самого младшего, сыграли ученики у финской студии «Хохочу», которую основал Константин Хабенский. Роль Тимура сыграл Кирилл Сысоев. Молодой человек учится на оперного певца. Правда, на время съемок учеба отошла на второй план. От всех на площадке невероятная атмосфера любви. И это очень здорово. И семья у нас такая очень разнообразная, но при этом все сумасшедшие в свою сторону. Брата и сестру сыграли Назар Мурашев и Лера Протасова. Для девушки это дебют в кино. А Назар уже сыграл в другом уфимском фильме «Душа пирата». Вообще, первый съемочный день для меня это было прям что-то... Вау, это что, микрофон? Вау, это что, камера? Вау, это так снимается? Вау! У меня просто весь день прошел на вау. И... А потом ты к этому привыкаешь, привыкаешь. Не знаю, меня это не шокировало, но мне было классно ходить с вот этой хлопушкой, которая такая... Сцена 21, кадра 1, губль 1, бум. Это было классно. Очень классно, но вообще ничего не понимаешь. Вот что-то получается, но все равно это что-то мимо, мимо башки проходит. Сейчас вот когда Лера говорила, я тоже вспомнил первый день, но не вспомнил все-таки. О режиссере Айнуре Аскарове заговорили за пределами Башкирии после его дебютного полнометражного фильма «Из Уфы с любовью». По сценарию простой сельский парень Урал отправляется в столицу на поиски утерянной фамильной реликвии. Лента собрала в прокате 100 тысяч долларов, где на равных соперничала с голливудскими блокбастерами. «Из Уфы с любовью до сих пор помогает Айнуру». Местечковая история всегда была и есть, но несмотря на свою местечковость, она вышла за границы республики, и по России был прокат. Его можно по-разному оценивать, но в целом мы довольны прокатом, довольны выхлопом, так скажем, этой истории. Сейчас, когда мы делаем кино, мы говорим, что мы снимаем «Из Уфы с любовью», уже многие готовы помочь, и спонсоры, и партнеры, куда бы мы ни шли. Мы говорим, что мы делали «Из Уфы с любовью», сейчас снимаем вторую историю «Семью года», вот хотим у вас поснимать. Я говорю, да, конечно, мы видели кино, с удовольствием поможем, все, что хотите, давайте. «Семья года» – самостоятельная работа, которая будет связана с «Из Уфы с любовью» маленькими пасхалками. Режиссер допускать, что какие-то герои с предыдущего фильма могут оказаться в новом. При этом к прокату готовятся еще две картины Аскарова. «Буран» – драма выживания в экстремальной ситуации с Александром Головиным и «Отряд Таганок» по мотивам повести «Мустая Карима». Надеюсь, что все это закончится где-нибудь там в мае, в июне, и мы сможем одновременно с тремя фильмами стартануть и конкурировать самим с собой. Съемки планируют завершить к концу ноября, а после этого ленту ждет постпродакшн. Андрей Шарыгин, Алина Таюпова и Руслан Габидулин. Телеканал ЮТВ. Житель Уфы построил автомобиль под стать некоторым российским дорогам. Выберется из глубокой ямы и проедет по любому бездорожью. Уфимец конструировал «Бигфут» – автомобиль для экстремальной езды и путешествий. Из чего сделана эта машина и как она управляется, расскажет наш корреспондент. Уфимец Олег Апсан – автомеханик и любитель езды по бездорожью. Мужчина сконструировал машину, которая, по его словам, проедет по любым российским дорогам. Называют такое авто по-разному – «Монстр-трак» или «Бигфут». Вдохновил Орега на создание экстремальных машин его друг, с которым несколько лет назад он построил картинг в Уфе. Не везде есть дороги в России, куда я хочу поехать. Это воплощение детских меч, так скажем еще. То есть я мечтал о внедорожниках, о больших машинах, там «Бигфут», как я его и назвал. Первые багги – картинг, получается. Мы собрали его где-то за неделю-полторы. Потом был второй багги, это я съездил в Солилецк, отдохнул. Вот эту вот технику, которую я слезал, кстати, можно сказать. То есть я там прокатился на аттракционе, где у людей был тоже самодельный багги и заки сделанный. По приезду домой у меня находилась, к счастью, такая же АК, которая стояла в ненужном состоянии, уже гнилая. И из нее получилось подобие того же багги, который я собрал за месяц уже. И то есть дальше больше масштаба и дольше сроки случились. При конструировании «Бигфута» Олег руководствовался правилом проще и дешевле. Это собрано из того, что валялось просто на улице. То есть со всяких деталей, там максимум я купил за 8 тысяч какую-то старую машину. И что-то началось там творить дальше. Основа от УАЗ «Патриот». После пожара машина была новая, то есть купил раму, потом профиль. Ну то, что на обшитие каркаса колеса в интернете нашел. Там без разницы были какие, нашел большие, недорого, и поэтому купил. Кузовные части «девятки», то есть тоже, которая была. Что друзья сказали, когда первый раз увидели? Круто. Теперь мы проедем везде. Эта машина была собрана всего за 7 месяцев из деталей различных автомобилей. Самодельный кузов, доработанная механическая часть и многое другое. Но да ладно, говорить о «Бигфуде» можно много и долго. Давайте лучше прокатимся и испытаем на себе, каково это кататься на машине не для робких. Это точно безопасно? Это безопасно. На первой скорости это точно не будет. Так. Вот я и вожу машину. Несмотря на габариты, Олег утверждает, что эта машина ест бензином меньше, чем, например, УАЗики, Нивы и другие вездеходы. Расход зависит от дорожного покрытия и скорости движения. По части управления «Бигфуд» отличается от легковых автомобилей. Единственное отличие в том, что нет гидроусилителя пока. Иногда туго крутятся колеса где-нибудь в грязи, либо на месте, когда стоишь. То есть при движении все абсолютно легко и достаточно удобно. Вы сказали, что построили эту машину для того, чтобы забираться в самые труднодоступные места. Какое самое тяжелое место было, где были на «Бигфуде»? Ну, последний раз, когда я ездил на соревнования, люди, которые приехали на оффроуд, на подготовленных машинах, стояли, раздумывали перед болотом, тронуться туда, в это болото или нет. Я без раздумий просто растолкал толпу и поехал. Развернулся и обратно выехал. То есть они даже не стали больше суваться, они сказали, поехали, здесь делать нечего. То есть из-за того, что я не утонул, они бы там все потонули за счет колес. Я так понимаю, то, что еще и внутри будете что-то дорабатывать, да? Что планируете сделать? Вентиляцию. Здесь сейчас пока есть печки, но печки такие тоже непродуманные, чтобы лобовое обдувало, надо доделывать все это. То есть доводить воздуховоды всякие. Тут две печки стоят, но они пока греют это помещение, в принципе, нормально. Единственное, только с воздуховодами разобраться. Ну и в будущем, может быть, на жару поставить кондиционер. На достигнутом Олег не собирается останавливаться. В будущем Уфимец планирует создать вездеход меньшего размера, но более маневренный и быстрый. Эльна Рахасанова, Роман Нагуманов и Сергей Ямаев. Телеканал ЮТВ. Эльбрус Нигматуллин. Самый сильный человек России бросил вызов самолету. Атлет сдвинул с места 36-тонный Боинг. И не просто сдвинул, а протащил его на 25 метров. Съемочная группа телеканала ЮТВ побывала на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы. Репортаж с места нового рекорда России. Одиноко стоящий в уфимском аэропорту Боинг в этот раз никуда не полетит. Он ждет одного человека. Эльбруса Нигматулина. Самый сильный человек России бросил вызов самолету. Он намерен протащить за собой многотонную махину на 25 метров. Ну, семья переживает. Жена, по-моему, у меня ночь не спала сегодня. Она переживает, что самолет меня победит. Вот. Ее понять можно. Вот. Я, конечно, настроен. Вот. Поэтому хочу успокоить свою жену. Ну, я думаю, успокою ее, когда у нас все тяга пройдет. Чтобы установить рекорд России, Эльбрус усиленно тренировался два с половиной месяца. Здесь важна каждая деталь. От рациона питания до экипировки. Обувь специальная на резиновой подошве для лучшей сцепки землей. Сегодня я, можно сказать, вернулся 20 лет назад, когда-то в начале нулевых. Для меня это были практически еженедельные такие нагрузки. Вот. В этот раз на подготовку, конечно, ушло гораздо больше времени, чем в молодости. Эльбрус Негматуллин уже бросал вызов трамваю, поезду и теплоходу. Взяться за Боинг Стронгмен решил после того, как Сергей Агаджанян два месяца назад протащил 15-тонный самолет на 35 метров. Эльбрус выбрал дистанцию меньше. Зато вес у его воздушного судна в два раза больше. Вес самолета Боинг 737-536 тонн, как нам сказала администрация аэропорта. Дистанция, на которую будет буксировать Эльбрус, 25 метров. Потому что многие мировые достижения именно связаны с этой дистанцией. И вот момент истины. На Эльбруса надевают крепление. Старт. Первые секунды самые сложные. И все-таки ему это удается. После выполнения упражнения, спустя 5 минут примерно, тебя тело просто разрывает, как будто изнутри. Вот у меня сейчас, ну я не знаю, как это назвать, приход, что ли. У меня просто, ну сосуды, видимо, сердце продолжает работать. И вот, ну, как будто насос внутри меня качает, и мне гипоксия наступает и прочее. Все усилия не прошли даром. При одобрительных возгласах группы поддержки, которой стали журналисты, Эльбрус Нигматуллин установил рекорд России. Эльбрус признался, что на тренировках ему не удавалось сдвинуть с места этот «Боинг». Успешный опыт был с другими самолетами, меньшего веса и другой модификации. Когда Василий Николаевич скомандовал, у меня прометнула мысль, что неужели повторится тот самый первый сценарий, когда два месяца назад я, ну, с такой же моделью, возможно, это был другой самолет, но тоже 500-я модель. Я сделал четыре практически безуспешные попытки, у меня тогда не получилось. Многое, вернее, хочется сказать. Самое главное, я этот рекорд посвящаю Ульфату Мансуровичу, градоначальнику, которого мы потеряли. В середине декабря Эльбрус планирует провести со своей командой турнир по силовой атлетике. Рекордсмен выступит в роли ведущего и организатора. Однако это еще не все. Пока не буду всех секретов выкладывать, я думаю, что этот приятный сюрприз затмит, может быть, даже весь сам турнир. Андрей Шарыгин, Руслан Габидуллин и Сергей Ямаев. Телеканал ЮТВ. А у меня на этом все. Сюжеты наших корреспондентов, а также много другой, полезные и интересные информации вы найдете на сайте ютв.ру и на нашем ютуб-канале. Всего доброго и до свидания.